Приветствую вас, и для начала давайте попробуем определиться вот с чем. Вы пишете, что ищете психолога, который поможет выйти замуж. То есть, в чем заключается ваша цель? Именно изменение социального статуса, то есть выход замуж, или построение отношений с мужчиной на истинных, долгосрочных основах. Если вы хотите замуж в своем социальном положении, то здесь существенность заставляет еще несколько вторичных, потому что, ну, не секрет, я думаю, для вас, что многие браки превращаются по расчету. И если вы хотите именно только выйти замуж, то, думаю, что совершить брак по расчету был бы наилучшим для вас решением. В таком случае вам нужно просто подобрать того партнера, который вам наиболее удобен, с которым вам комфортно, и, что самое главное, иначеально быть с ним честным, быть с ним обкровенны и сказать раз, что чувства для вас отношений не имеют, вам важно именно быть разом. и сразу договориться о том, что мужчина вам для вас делает, что вы делаете для мужчин. То есть, такой договор. По сути, ну, та же самая сделка, только направленная на изменение вашего социального статуса, личного статуса. Если вас такой вариант устраивает, то важно просто говорить с мужчинами, разговаривать с ними, и рано или поздно вы найдете такого же мужчину, который преследует цель также жениться. То есть, вот так же, как вы, стремиться к тому, чтобы заключить брак по расчету. То есть, не ждать, там, чувств, не ждать временное, построение отношений и так далее, а просто вот по расчету, чтобы было максимально комфортно. У этого есть свои минусы и плюсы, но, тем не менее, если вы хотите этого, то можно стремиться в этом направлении. Только помнить нужно, что брак по расчету, это взаимный интерес. Интерес не направленный на партнера. Интерес это направленный в первую очередь на самого себя. То есть, и вы, и вы, и ваш партнер будете вместе до сих пор, пока вам это интересно, вам это выгодно. Если выгода исчезнет, то сразу такие отношения могут у вас развалиться. Это нужно помнить. Если вы хотите чувственных отношений, отношений, построенных на, на любви, на деймости, на уважение, на искренности, на желание сделать друг друга счастливым, без, значит, обязательного изменения социального статуса, то есть, на первое место, мы здесь выводим чувственные составляющие. В таком случае, первое, что нужно сделать, это понятность для себя, что вот то, о чем вы говорите, что вы очень сильный человек внешний, а в действительности вы слабый человек. Вот это необходимо изменить, так как, так как, изменить на обратную, обратную формулировку, что внешний вы слабый человек, а в действительности вы сильный. А женщина для мужчины всегда слабая, то есть, мужчина стремится завоевать слабую женщину и беречь ее, оберегать проблем. Так вот, быть слабой, нужно учиться, быть слабой, нужно учиться. Быть слабой, это означает, позволить мужчине принимать решение, дать ему возможность решать что-то за вас, дать ему возможность показать, насколько он может, хочет, умеет нести ответственность за вас двоих, и тогда уже делать выводы на связи с того, подходит он вам или нет. Быть слабой, означает, что бы мужчина чувствовала, что вы в нем нуждаетесь, что вы нуждаетесь в его опеке, в его защите, в его заботе, и так далее. Если вы ведете себя внешне, независимо, сильно-сильно, то мужчина, естественно, считает, что вы в нем не нуждаетесь. И отсюда проблема. Внешне, сильно, независимое поведение является следствием неуверенности в себе и может быть комплексом. Вот именно они как раз-таки и являются препятствием для того, чтобы вы реализовали себя как женщина. Чего-то вы боитесь, чего-то вы опасаетесь, чем-то вы относительно себя не уверены. И вот с этим нужно работать. Эти комплексы необходимо убирать, ведь они вам мешают. Далее. Что касается типажа мужчины, что здесь конечно каждый человек, каждый эксперт скажет по-своему, но лично я, лично мое мнение таково, что типажей не существует, это всего лишь спереди впечатления, которые, наверное, отчасти обществом, отчасти нашим воспитанием. И в действительности типажи лишь ограничивают людей в выборе своих партнеров. Потому что ну вот представьте себе, вы и зритель, мы еще, он хороший, он в принципе нравится, но вы считаете, что это не ваши типажи. Ну, то есть вот внешне как бы. И все, вы автоматически уже ставите блог. И в итоге упускаете возможности. Поэтому от типажей я бы предложил вам отказаться. Напротив, подумать, что вы можете дать мужчине, то есть почему он будет именно с вами, а не с кем-то еще. И подумать, что мужчина вам не может дать, то есть что вам нужно получать от мужчины. Далее, определить для себя, какое положение в отношениях вы хотели бы занимать, доминирующая подчиненная равноправно. И в зависимости от ответа на эти вопросы строить свою линию поведения по отношению к мужчине. На этом, наверное, можно закончить пока, потому что как бы вопрос достаточно общий. Вот. Можно сказать только так, что при вашем желании две проблемы можно решить. Главное, чтобы вы хотели работать над собой, чтобы вы хотели развиваться, и у вас все получится обязательно. Поэтому пока все. Значит, если какие-то вопросы остались, обращайтесь к суличку. Помогу вам. Если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучше. Будем благодарен. Пока желаю вам всего доброго видео.